Вот это здесь на рынках, как у нас семечки, продают на свай. То, что мы думаем, что это наркотики. Это не считается наркотиком, это национальный табак. Вот его курят здесь и аксакалы, и молодежь, это считается экологическим, который чистый, который растет. Это тот же табак с добавлением, здесь добавляется чистая вода, добавка входит и кора тополя. Берут, сжигают кору тополя и какую-то там добавку получается, добавляют сюда кору тополя. Ясно. Сколько это стоит, спроси у него? Это примерно стоит один сомони. Один сомони 20 центов. Одна гривна? Ой, нет, две гривны. Две гривны на наши деньги, вот такой вот пакет на свай. Но в Киеве он уже стоит, на мою гривен 50-100. Это национальный табак, так что этот не запрещается, у нас открыто продают его. Вот, просто сейчас единственное, что в разных местах нельзя его убивать, надо его обязательно выложить там, и определенные места, так как вот сигареты будет так же. Один сомони, две гривны. Один каш называется. Каш, это один каш, одна заправка, вот под язык, значит его кладут под язык. И где-то по желанию, там минуту, кто, может быть там, кто две минуты, кто какие-то секунды. Это до того времени, пока во рту, во рту не образуется слюна, да, уже, потом уже легко выклевывается. Вот так берут ее и под язык вот так. Желательно с водой, с полоской. Потом запьем водой, да? Ну, это зубы не портятся от него, хотя этот... Ну, конечно, каждый человек должен хотя бы один раз или два раза в день зубами пользоваться гигиеной. Пастой гинбол? Да, пастой гинбол пользуйтесь. И у вас никогда не будет кариеса. Я тоже сколько лет уже куривнулся, вот, пожалуйста, обратите внимание на мои зубы. Батерок? Хорошая, чистая, идеальная. Потому что я пользуюсь пастой гинбол. Какие настоящие? Вот, поделись здесь, братан. А, здорово. Ну, скоро тоже будет. Ага. А, это что? Знаешь, пожалуйста, по-моему, блядь. Вот. Это кульча. Сейчас, сейчас, сколько у меня вар, а? Маленькие кульчашки, очень вкусные. С добавлением масла. Пять минут прошло, и мы теряем водителя. Водитель засыпает у нас просто. Нет, ну, это на какие-то несколько минут. Хорошо, сейчас воды купим. Спокойно едем. Я с шефом, наверное, шеф, мой нервничатель, потом, я аккуратный. Я никогда, ты ведь всегда, да, Руслан, этот, уверен от собой, да? Слева машина. Слева машина. Вижу, вижу, слева. Это разве машина? Телега, убери телегу, сэн. Мечта у меня, мечта, вот, иметь машину в Феррари. Так же, кстати, и вот вечерком, когда ночной Душанбе, когда вот загораются лампочки. Ну, вот наш маленький, красивый такой, вчера снимали, помните, как? И вот выйти в центральный, по улице Рудаки, на Феррари. Еще хочется иметь этот Феррари Каприоле, чтобы съемная крыша. Да, без крыши, съемная крыша, да, когда хочешь, поднимешь, как-то хочешь, обрусишь. Вот, и, значит, по протокольной трассе, по президентской, значит, как стеклышко на дороге, на Феррари. По встречной, по встречной, по встречной, по встречной. Не обязательно, зачем нарушать? Мы спокойно, на Феррари не надо так разгоняться, чтобы... Надо так спокойно ехать, чтобы видели, что ты едешь на Феррари, чтобы ты хотя бы узнали, что этот, зафар едет на Феррари. И я не буду его тонировать, чтобы... Зачем тонировать машину? Все видно было, да? Да, чтобы видели, что... Вот сейчас я вот на Опеле ездил, тонировал, чтобы не видели, что я на Опеле, понимаете? Значит, расскажу вам один анекдот. Садится бабулька в такси, бабулька-адуанчик садится в такси. Таксист, таджик, на заработках такси гоняет в Москве. И она садится, говорит, сыночек, отвези меня, пожалуйста, на рынок. Отвечает, отвечает таксист. Базара нет? Ну тогда магазин. Давай, давай, тихо. Тотсующий, макийник. Тотсущий, макийник. Субтитры сделал DimaTorzok